Ну и теперь самые интересные моменты. Давайте смотреть. Всё началось с передачи Артёма Дзюбы на Юрия Жиркова. Великолепная передача. Обманул Санчеса. Ну а дальше Сонг. Ничего не оставалось, кроме как вот так действовать против 81-го номера Зенита. И арбитр, 34-летний Алексей Матюнин, назначил пенальти. Кстати, он продолжает быть злым гением для Рубина. Пятый матч и по-прежнему ни одной победы при его судействе. Мы говорили об этом в самом начале репортажа. Ну и теперь ведь счёт был 0-0. Надо забить с 11-метровой отметки. И подходит Доминика Кришна. Хотя мы помним, как Жулиано хорошо забил мяч в своей дебютной встрече. Первая встреча за Зенитом была. Но всё-таки Доминика Кришна взял мяч, установил его. Ну а здесь мы видим ещё раз момент падения. Итак, Рыжиков упал в левый угол, а мяч летел правый от него. 1-0 чётко послал мяч Доминика Кришета в ворота. Это второй гол Доминика Кришета в чемпионате. А сегодня только седьмой тур. Да, его лучший результат, извините, два гола в сезоне. А уже сейчас два гола после семи туров. А дальше вот что происходило. Да, Листьена. Он вроде бы всё правильно сделал, перехватив мяч, но так далеко его отпустил, что побороться за него уже не было никакой возможности. Ну и Роберт Мак синхронно, как на коньках в хоккейе, да, подключился по левому флангу. И 2-0. И 2-0. Да, ну и после этого, конечно, футболисты Рубина так уже не поверили в себя. Стали играть с такими большими ошибками, особенно в своей штрафной, возле штрафной. То зенитовцы, как на тренировке, делали с мячом, что хотели. И могли вообще забить даже и больше. Моментов-то было сколько. А Дзюба очень здорово сыграл, как вот голевой паас, но и он научился. Было кому учиться в голевым передачах, да? У нас такой был футболист, Живанил, да, как он, Виер, ну, Де Виера, да, кажется? Ну, а мы смотрим за еще одной голевой атакой зенита передачи. И дальше Рыжиков и Санчес действуют несогласованно. И Жулиано пользуется этим сполна 3-0. Так забивает зенит во втором тайме. Во второй раз, а в матче в третий. Ну, а теперь есть еще мальчик получился, золотой мальчик. Вот, в момент, смотрите, в момент передачи вот показалось, что, может быть, даже было в сайт все-таки у Джорджевича. Но Санчес немножко смутил арбитров, и поэтому положение вне игры не было зафиксировано. И все-таки Джорджевич делает голевой пас. Да, и Джорджевич в итоге делает голевую передачу. В общем, момент для программы свисток Владислава Батурина, поэтому будет любопытно его понять. Все-таки в динамике разобрать, что к чему, почти невозможно. Зюба, голая голевая передача. Это, кстати, Алексей Степиди из Краснодара был с флажком, как раз отвечал за эту зону. Ну, вот он решил, что все в пределах правил было. Вообще, сегодня просчитать сходу ситуацию очень сложно стало. Футбол стал очень быстрый. Быстрый, да. И еще один эпизод, который едва не закончился голом «Зенита». Кокорин с двух метров расстрелял перекладину ворот Рыжикова. И это стало, в общем, причиной улыбнуться Александру, но Кержакову со скамейки. Запасных и передать привет своему тезке Кокорину, который не очень удачно попал по мячу, но в итоге мог перекинуть Рыжикова. А гол престижа на счету Джонатаса, который воспользовался проходом и передачей Карлоса Самбрана. И вот смотрите, как в штурке центральной подачи действует. Он мощный, 192 сантиметра. Как он закрывает мяч корпусом, оставляет мяч себе под удар, одним касанием подработал, и вторым не сильно бьет, не со всей силой. А точно в угол, он видит этот угол, туда и посылает мяч. Кержаков бессилен, трудно такой мяч было отбить. Ну вот лучок на... луч на...